всем привет это координационный центр меня зовут георгий георгиевский и мы продолжаем серию видео интервью приуроченных к 20-летию координационного центра у меня в гостях артем михайлов и легион директор целый артем привет обычно свою беседу с друзьями я начинаю с простого вопроса с чего у тебя начался интернет я на самом деле такой старый таракан в этом смысле интернет у меня хотя тогда даже не был интернетом не я не профи до интернет у меня начался помнишь к модемом давали компу сервовский да 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 вот тогда да 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 диски на меня это началось с компу серво вот еще понятно что это был не интернет но это был спринт их 20 или 25 вот туда раз она я почему-то набрал номер она раз и дозвонилась куда-то вау сказал а потом в предыдущей жизни я уже как-то начал быть я стал бы программистом на вот но потом что-то как не поднадоело и я пошел в админы причем сразу по ходку по хардкору надо было там обменить это был 96 года надо было обменить целую фрибизди там почту вот-вот это все фэр вот ну вот 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 такая но для 96 года это тоже надо понимать делать скидку вот вот это все так что я достаточно такой ну я не видел как это как я в дема с ногой дверь не открывал да но я достаточно давно в этой в этой истории чем для тебя был тогда интернет слушай ну наверное это были ну во первых я на этом зарабатывал в смысле не монетизировал как сейчас принято говорить но это была моя работа там был целый канал целых 64 к и это было прямо круто там поднять себе диал-ин из дома ну то есть как это нормальный пацаны за интернет не платят ну вот тогда и это самое но в основном это были несколько надо все-таки новостная была конечно история тогда как сейчас помню вот из того из раньше во время там было несколько сайтов которые я достаточно глян читал и наверное до того мать до сегодняшнего дня дожил только а xbt news он как раз там появился в девяносто шестом девяносимом году вот это были прямо новости новости что там еще был вечерний интернет носика вот это тоже читалось и вот это такие а палитру было интересно тогда они были совершенно другие чем как они сейчас чем как они тогда была такая интересная аналитика на тот момент вот это наверное вот вот так такая вот тема такая вот тема расскажи пожалуйста про и легион чем занимаешься мы компания разрабатываем я бы так скажу решение с мобильным фронт-эндом да ну то есть мобильный разработчик звучит как-то не та самая ну и на самом деле это не не вполне соответствует чем а именно вот это сложные решения комплексные с бэком с медовая с интеграциями со всеми такими но фокус конечно сделан на мобильный фронт мы умеем и не только мобильный фронт но исторически мы как бы выросли мобильного разработчика но сейчас делать мобильные приложения в вакууме ну просто невозможно то есть на это все очень много завязано и опять интеграции вот поэтому в общем вот мы разработчик такого полного цикла с мобильным фронтом назовем это так у нас целиком ритейл банки вот такая вот история наши целевые аудитории как повлияли нынешние сложные пандемийные времена на твой бизнес я еще одну пандемию хочу я еще на 100 процентов увеличу оборот на 83 в смысле да вот и не знаю как так получилось но мы его прошли очень хорошо и все прям приятно слышать да 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 ну то есть люди по-разному но у нас вот с этим все хорошо получилось мы прямо мы молодцы красавчики удивить самом деле она как она закономерно на потому что я достаточно такой консервативно корпоративный человек и достаточно большое количество времени я проработал там на американского дядю потом да вот такие вещи поэтому и все процессы которые у меня выстроены они мне еще и говорили что сушить что ты делаешь но она блин оверкил но она перед чересчур и все такое прочее и вот сейчас она прямо стрельнула вот как вот потому что не оказалось условно тонких мест которые необходимо было расшивать в в авральном порядке она просто делалось все понятно что у этого тоже есть предел да но вот эта ситуация которая произошла она не не перегрузила нас по интерфейсу мы были готовы молодцы я не скажу что мы к этому прямо готовились но нельзя готовиться хотя некоторые любят собственно похоронам добре подготовиться да но это некоторые вот для меня просто бизнеса с южил для меня вообще ключевая задача это чтобы я вообще ничем не занимался я сейчас байку расскажу значит я как раз все 90-е года я работал штабе гражданской обороны реальный штаб гражданской обороны сидели в бункере под землей и там у меня была ведомственная т.с. у меня была диги бардар час 8 у меня было 8 я с этой ведомственной а т.с. у меня было 8 городских линий и в общем крутилась 8 тмейлов там и под 2 и все вот это я был вообще да красавчик она была военизированная организация сначала это было пву а потом забрали это стало мчс то есть вот то есть начальником моим первым самым большим начальником был шойгу но и история это в том что там много было армейских баек так вот одна из таких армии армейских баек которые я продолжаю прям практиковать и понимать когда генерал вызвал там своих замов и говорит я за вас свою работу делать не буду я тогда посмеялся а на самом деле действительно ну то есть очень многие я просто встречаю руководители которые даже не то что боятся делегировать они там оптимизируют бизнес там что-то пытаются там делать а потом понимаешь что они таким горлышком вот прямо все на них замыкает ну не все но масса тиксан поэтому у меня прямо с одна из основных задач это понимать чего я не должен вообще на самом деле ничего не должен делать и по возможности всю операционную эту штуку потому что если опять чуть грохнет если опять там начнется какая-нибудь это самое все будет завязано меня одного здрасте приехали нет такого счастья мне не нужно поэтому для меня это прям этот бизнес аз южил не готовится к тому что что-то произойдет а просто само понять отдать от делегировать и по и контролирует работу для меня это вот она именно вот так вот естественно а сидеть и как как это он как паук держит там все ниточки все наверное да наверное это в каких-то от организаций какой-то подход такой в некоторых организациях на это только так и можно не знаю но я считаю что это это пагубно для для развития именно для развития потому что если директор занимается операционкой ну это все очень плохо Но он не должен заниматься операционкой. Хороший командир должен командовать, а не исполнять. Тот же, понимаешь, это же, опять-таки, смешной анекдот. Ну, нифига не смешной. Жена мужу говорит, ну, ты бы хоть встал, что бы поделал. Слушай, говорит, ну, вдруг завтра война, а я уставший. Ну, вот то же самое. Представь, завтра чуть грохнет, а я тут занимаюсь, не знаю, отпусками, например. Или еще чем-нибудь такое. Это же вообще прямо... Или мне надо идти обсуждать сделку какую-нибудь, последнее поглощение, условно говоря. А я тут буду еще параллельно разруливать выдачу аккаунтов, например, на где-то или еще что-то так. Ну, бред же. Как тебе риф в этом году? Слушай, я последний раз... Это, на самом деле, мой второй риф. И в этом смысле я как-то это... Теоретически, второй мой риф должен был быть в прошлом году, но его не случилось. А первый мой риф, это был, по-моему, 15-й год. Это было сколько-то лет Digital Zone. Мы здесь играли концерт, у нас здесь было это самое мероприятие, т-т-т-т-т-т. И оно как-то все по-другому, я даже места не узнаю почему-то, да. Но, по-моему, все очень хорошо, отличная погода. Я даже не знаю, я не могу сказать, что это интерес... Как, может, про это самое... Какая-то потеря интереса. У меня совершенно сместилось в фокус, потому что в прошлый раз, когда я здесь был, я приезжал сюда так... Я даже не знал, куда я приехал. Я приехал куда-то. Сказали, Михайлов, вот там барабаны, иди играй. Все, окей, ладно. Сидели, приехали. А сейчас у меня совершенно определенная повестка, целевая аудитория. Я понимаю, что я должен повстречаться с определенными людьми, поговорить, обсудить все эти самые, выступить, засветиться. Вот такая вот вещь. Я здесь больше на работе, но воспользоваться халявным поводом и официально ничем не заниматься, два дня, понимаешь? Это лежать в номере и слушать тишину. Это прямо здорово. Поэтому для меня в таком качестве это, конечно, первый риф, и я очень доволен тем, что происходит. Прям здорово-здорово. Представь себе, что наступил 2031 год. Прошло 10 лет, мы на каком-то рифе с тобой сидим, записываем новое видеоинтервью. Какой мир нас окружает, какой интернет нас окружает, и будет ли вообще к этому времени слово интернет? Ты спрашиваешь меня, внедрять ли наконец IP в Рашеншайз, что ли? Представь себе будущее. Я это сам. Ну, смотри, мне кажется, что я, опять-таки, не Кассандра, и не плохой, не хороший. Что мне кажется? Мир, конечно, меняется, и я вообще не пытаюсь... Я хоть и PM, на самом деле у меня такой вот именно подход, именно PM-ский, но для меня любой план, он вообще в принципе не стоит бумаги, на которой он написан. Люди говорят, вот, там надо планировать. Да, безусловно, надо. Но очень многие люди потом начинают цепляться за этот план и делают его вопреки объективной реальности, которая тебя окружает. Это плохая история. Я всегда говорю, что любой план, вы просто должны в любой момент времени понимать, что он у вас математически сходится. Ну вот, что вот если все риски не сыграют, то вот вы там будете, условно говоря, да? Но мой опыт, моя жизнь показывает, и моя модель управления, которую я для себя пропагандирую, я очень примерно программирую какой-либо результат, но я никогда не расстраиваюсь, если получается что-то другое, как в той рекламе. Я, говорит, загадывал это, а сбылось вот это, понимаешь? Для меня очень важно именно... Вот у тебя есть определенные ресурсы, которыми ты располагаешь, да? Опять-таки, это те же люди. У них свои интересы, они хотят это, не хотят это. Ломать их ничего не получится. Люди все взрослые, ничего не хотят делать. Это я к чему все. Это к тому, что планы планами, да? Вот. Рассказывать и можно о чем угодно. По ощущениям, по ощущениям, конечно, да? Ну, и так, значит, сферически в вакууме, если не воспринимать, не принимать во внимание, к сожалению, что творится вообще во всем мире, да? Совсем. Ну, предположим, что сейчас, я не знаю, там, 2007 год, но, в смысле, ситуация, как взаимоотношение людей, государство и прочее, 2007, спокойный, травоядный, ну, вот, что-то такое, да? То мне, конечно, видится развитие, это продолжение мобильного фронтенда, но мне кажется, что он должен уйти совершенно, потому что у нас у каждого телефон, то есть у нас есть некоторая вещь в кармане, да? Мне кажется, что она уйдет. Вот, и я уж не знаю, сколько лет потребуется, но история с киберпанком, да, я сейчас проигру, да, когда у тебя там, ну, то есть это некоторый костыль, да? То есть понятно, что нам необходим некоторый, не интерфейс даже, а, ну, интерфейс, в смысле, там, электрический, нулевого уровня, да, по доступу к чему-то такому. Ну, то есть для меня это вполне себе нормальная история, там, с имплантами и еще что-то. Будут ли люди это принимать? Ну, фиг его знает. Мне кажется, я не вижу какой-то там, для себя, по крайней мере, что это какая-то там особая проблема. Я знаю прекрасно, и ты уверен, знаешь, категорию людей, которые про большого брата, он следит за, господи, да кому вы нужны, ребята? Ну, успокойтесь. Поэтому я на эти вещи смотрю достаточно так, это, в общем, тоже мне открыли, узнали, что нет Деда Мороза, ну, блин. Поэтому мне кажется, что все будет продолжаться примерно в том же духе, но мы должны будем изменить именно интерфейс доступа. Ну, то есть телефон отомрет, как факт, ну, потому что телефон, как телефон, он нафиг не нужен, понимаешь? Тебе же не нужно, чтобы у тебя был телефон, да? У тебя необходимо, чтобы у тебя где-то там появлялась информация, там, или еще что-то такое, там, да? Тебе не важно, какой там интерфейс, тебе просто надо знать погоду. Ровно поэтому, у меня, кстати, вот дома Алиса висит, да, я не ленюсь, у меня часов нет, я не ленюсь спросить, Алиса, сколько времени? И она мне говорит, сколько времени. Причем это, как это, днем, это глупо, а, например, ночью такой просыпаешься, свет включать не хочет, так-то, Алиса, сколько времени? Алиса тебе говорит, и ты отрубаешься, да? И это тоже такой первый шажок, да, мне уже не нужен интерфейс, то есть у меня есть некоторая такая вот сущность, да, она меня там типа слышит, и я у нее спросил, она мне ответила. А в телефон, понятное дело, сложнее, там какие-нибудь банковские истории, там инвестиционные, там еще страховые, понятное дело, да? Но мне кажется, что вот это все вот туда вот, поэтому я в этом смысле больше верю даже не в IT, а IT будет продолжать поступательное развитие, мне кажется. А именно в биотех, то есть вот здесь, наверное, будет какой-то взрывной рост. Ну, я хотел бы в это верить, да. В 31-м году мы с тобой здесь это обсудим и сравним. Договорились, договорились. В год 20-летия координационного центра доменов РУ и РФ, что бы ты хотел пожелать координационному центру и доменной отрасли в целом? Я, честно скажу, я немножко далек сейчас от проблем, связанных с работоспособностью. Когда-то это моя была ежедневная история, я понимаю, как вообще устроен этот мир. Я помню, как выглядит конфиг бинда. Но совершенно очевидно, что это важная инфраструктурная составляющая. То есть для меня, люди это, наверное, не все понимают, но это мосты и дороги, электричество и ДНС. Ну вот, это такого уровня понятия. Кажется, кому-то может показаться, что это не так, но это реально так. Потому что если завтра что-то случится с точкой, ну что? Все вдруг обнаружат, что они просто... На самом деле, мне кажется, что самым главным, даже не главным, а самым наглядным описанием этого о том, что никто не помнит про доменную систему. Мне кажется, что это очень важно. Потому что она просто есть, она работает и не сбоит. Но если вдруг она завтра сломается, все прямо в ту же секунду... Просто представим, что сейчас там отрубился ДНС. Вот у всех же людей, которые сбегают, они все тупо вот так замрут. И все, а резова не будет. Вот, а то, что вот этого нету, и я абсолютно уверен, что это в этом ваша заслуга, что вы поддерживаете эту вещь. Ваши члены вашей ассоциации, да, организационные сайты делают свою работу настолько хорошо, что технологически это прям прозрачно. Очень немного таких вот вещей, которые... Просто люди к хорошему очень быстро привыкают, понимаешь? Что раз он может легко перевести деньги из одного кармана. Вот ты представь раньше, сколько геморроид надо было сделать, чтобы один человек другому человеку отправил деньги. А сейчас это что там? Два клика. Раз, раз и все, и готово. Так что прям желаю вам продолжать в том же самом духе, и чтобы вот... А вас продолжал, никто не знает и не помнит. Это как у сисадмина. Если никто не знает, как зовут сисадмина, значит, это хороший сисадмин. А если каждый бухгалтер, что его знает по имени, то это хреново плохой сисадмин. Да, его надо это. Вот это я пожелаю. Оставайтесь прям незаметными, и... Чтобы никто не знал, как вас зовут. Это значит, что вы отлично делаете свою работу. Спасибо, Артем, за пожелания. С нами был Артем Михайлов. Это Координационный Центр, и мы будем продолжать. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok